Истинно вам говорю, 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось. Это точно говорю. Примерно с такой же точностью делают свои прогнозы в эфирах российских телеканалов разнообразные астрологи, нумерологи, торологи и прочие предсказатели будущего. Запад намекнет на новое расширение НАТО, как будто бы. Не надо этого бояться, потому что НАТО, в общем, осталось не так долго. Оно тоже раздробится, но где-то в 1925 году. Видимо, случится это в том же году, когда Земля налетит на небесную ось. После чего наступит неминуемый конец и проклятой Америке. С 1923 года Америка въезжает в системный кризис. И где-то в середине 30-х она должна будет уйти тихо, уползти с мировой арены. Спасем Америку. Вот правильно, Трамп. Только не удастся тебе спасти Америку, ибо выборов в 1924 году в Америке не будет. Потому что Америки не будет. Значит, и выборов не будет. А еще российские так называемые провидцы с упоением продолжают юзать мертвую слепую болгарскую старуху, каждый год выдавая на гора ее новые предсказания. Большей частью о величии и мировом господстве России. Давайте откроем матрешку и посмотрим. Кем на самом деле являются российские предсказатели будущего? И чего, собственно, стоят их предсказания? Обращение к практикам предсказаний – признак социальных и политических кризисов. Это ситуация нестабильности и неопределенности, в которой люди не могут контролировать происходящее. Именно поэтому они пытаются найти какие-то практики, которые могут упорядочить их настоящее и будущее. Дают иллюзию предсказуемости и уверенности. Найти провидцев и поверить им, какими бы абсурдными ни были их слова. Вот, к примеру, прогноз астролога на 1924 год, который россияне восприняли на ура. Как же приятно безработному россиянину, ложась спать на голодный желудок, думать о том, что его страна – флагман. И ничего не будь, а новых политических идей, которые, видимо, будет генерировать старое, выжившее из ума руководство страны. Но кушать все же хочется, подумает голодный нищий россиянин. И тут снова ему на помощь придет астролог. Очень большие изменения, скорее всего, будут в биологическом контексте. И новые возможности, которые будут предложены, даже в отношении диеты, если угодно. Но, слава богу, не зря безработный представитель глубинного народа ложится спать голодным. Диета в России по плану. Звезды Нескобеева врать не станут. А что там с так называемой СВО? Что Баба Ванга с того света нашептала? По ее предсказаниям, военная операция на Украине, как я считал, и я давал об этом интервью ряду изданий, должна была закончиться осенью, когда упадут листья и выпадет снег, но прошлого года не попал. Что ж, и на старуху бывает проруха. Этот дородный пожилой мужчина, бывший российский журналист и кум Ванги Сергей Косторной, которому болгарская предсказательница якобы доверила свои секретные прогнозы. И строго-настрого запретила озвучивать их до тех пор, пока не пройдет четверть века с момента ее ухода в мир иной. Вот, к примеру, предсказания Бабы Ванги для России на 24-й год. В исполнении кума, конечно. 24-й год. Ну, во-первых, будут сладкие куличи на Пасху. Не в том плане, что они будут сладкие, то есть будут приятные вещи в этом году. Что значит сладкие куличи на Пасху? А? Что? Сладкие куличи на Пасху? 5 мая ждать каких-то хороших новостей, что ли? Да, это особое изменение к лучшему. Сейчас кое-что добавлю, и вы поймете. К лучшему. К сладким куличам. Да. Два дня победы будет в этом году. Праздноваться. В 24-й год. Ну, вы поняли, да? Предсказания о победе России под девизом «Мадам, уже падают листья» пытаются продать публике уже во второй раз. Военная операция на Украине должна была закончиться осенью, когда упадут листья. Листья уже падают, а победы все нет. Зато есть мальчик Ванга. Не так давно в сети появился новый мальчик-предсказатель, который предсказал, кто и когда победит ВСВО, и что будет с Европой, и когда наступит мир. Слепого и не слишком здорового ребенка по имени Саша его мама усиленно продвигает в соцсетях. Саше 12 лет. Он делает политические прогнозы, дает советы на все случаи жизни, призывает не верить медицине и рассказывает, у кого из его подписчиков будут дети, а у кого нет. Детей не будет. Либо потому, что кто-то из них ребенка не любит, либо потому, что желание не истинное. И, конечно же, мальчик Ванга предсказывает события в Украине. У них какая-то истерика будет на Украине. Ну, я слышал, что там звонки сейчас подслушивают некоторые. У них будет какая-то истерика по поводу этих... Там шпиончики у них какие-то работают сидят. И у них там какая-то истерика будет. И все аппараты у них там сломаются что-то. И там все уйдут оттуда. Будущее Европы в предсказаниях Саши тоже безрадостное. В сентябре будет 5 или 6 дней несчастья. Все будут какие-то хмурые ходить. Ну, не все, но многие те, кто... Настроение будет. Будет повсемирная порча настроения. Комментировать эти предсказания как-то неловко. Но в соцсетях люди не стесняются. Там обвиняют маму Саши в том, что она пытается монетизировать болезнь собственного ребенка. Мама, конечно же, это отрицает. Но, как говорится, интернет помнит все. Я помню, Саше заплатили за консультацию больше, чем мне. Чтобы ты понимал, у меня тогда консультация стоила 5000 рублей, а Саше перечисляют 10 тысяч рублей. Поэтому, если Саша будет зарабатывать деньги, то почему бы нет? А вот еще один посланник Ванги. Знаменитая праведница Ванга предсказывала, что появится человек, который мыслит цифрами. И он предскажет будущее. Мохаммад Сиддик Афган. Математик из Афганистана. Учился в СССР и это многое объясняет. Утверждает, что создал математический метод прогнозирования будущего и вычислил формулу Вселенной. С 25-го года переломный этап. Переломный этап. Америка ущерпается. Америка как великая держава не будет. Скоро американская ущерпается. Я так считаю. До 2025 года начинается. Все до 2027. Все американская как держава не будет. На Украине вы будете победить. Это мой совет. Такой же и самоуверенной была еще одна мыслящая цифрами провидица. Нумеролог и завсегдатой федеральных телеканалов Кристина Егиазарова. Но ее прогнозы не сбылись. В феврале 2023 года ты говорила, что Владимира Зеленского уже не будет. Зеленского не будет. И не будет его, я думаю, уже в феврале 2023 года. Но этот прогноз не сбылся. Вот почему? Не знаю я. Верим, Кристиночка, верим. Ты честная девушка. Если не знаешь, то так и говоришь. Если посмотреть с точки зрения эзотерики, я не знаю, может, это не Зеленский. Мать честная, Кристиночка, а кто? Неужели двойник? А также тройник и удлинитель? Если смотреть адекватно, как будто я адекватный человек. Ну, не льсти себе. Хотя можем и пофантазировать. Если смотреть адекватно, как будто я адекватный человек, я могу предположить, что ему марионетка управляют. И хотя это довольно странное для адекватного человека предположение, мы тебе прощаем. Потому что понимаем, как тебе нелегко живется, когда хочется в телевизор. Приходится и врать, и изворачиваться, и вовремя присягать на верность кому следует. Вот я, допустим, 100% сейчас за Путина. Откроем не бог весть какую тайну. Все российские провидцы прежде всего пропагандисты. А только потом уже астрологи с нумерологами. Ведь иначе на Рос-ТВ не попасть. А если сказать в эфире что-то, что не соответствует политическому курсу Кремля, то, во-первых, это все равно вырежут, а во-вторых, из студии ты поедешь не домой, а в СИЗО. И это в лучшем случае. Один из ярчайших представителей кремлевских предсказателей будущего – математик и историк Григорий Кваша. Он же автор так называемой «теории 20-ти имперских циклов». Но прежде всего – кваша-ярый украинофоб. Как называется эта война? Очень многие, так сказать, ошибочно называют ее русско-украинской. Это категорически не так. Это война конкретно с Соединенными Штатами Америки и с их куклой под названием НАТО. Никакой Украины мы не воюем. Вчера об этом официально сказали, что вся украинская армия практически, ну, все, что у них было на тот момент, все практически уничтожено. Давно уже никакой украинской армии нет. От слова «Украина» у пациента начинается припадок. Именно так написали бы врачи в истории болезни данного субъекта. И, увы, украинофобия не лечится. Нет элиты, нет правильного народа. Все на Украине не так. Фактически государства не существуют. Невозможно воевать с несуществующим государством. Давным-давно Украина находится, как вот сейчас, но это уже фактически признают все. То есть сами американцы уже называют Украину новым штатом Америки. Нет никакой Украины. Ни с какой Украиной мы не воюем. Ну да, есть какие-то люди, которых дергают за веревочки. Да-да, мы это уже слышали. Но вернемся к истории болезни пропагандиста Кваши и изучим анамнез. Что же послужило причиной припадков украинофобии? Я сам смотрю телевизор. Не научился я пользоваться каким-то другим источником информации. Вот он у меня все время зудит, зудит. У Кристины Егиозаровой тоже зудит. Да, эта болезнь очень заразна и не щадит ни старых, ни молодых российских предсказателей будущего. Украина, в принципе, это такая территория, которая должна кому-то будет присоединиться. Ну то есть ее в целом, как отдельного государства, не будет. Вот что я вижу. Она будет в Саити. Кристиночка, Саити – это совсем о другом. Но мы понимаем, ты молода, хороша собой и ни о чем другом думать не можешь. Поэтому прощаем. Россия, господин Путина, я очень уважаю. Господин Путина говорит, как он гений, человек необыкновенный. Если один шок, один шок, один шок, назад из Украины, Россия не будет. Они продолжают клясться в верности Кремлю. И, качуя с канала на канал, озвучивают влажные путинские мечты. Единственным же, кто оказался более-менее честен в своих предсказаниях будущего, стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Свой честный прогноз он озвучил в своем последнем публичном выступлении. Россия победит, и пусть я сдохну, если вру. Это единственный сбывшийся прогноз, озвученный российскими прорицателями. Редактор субтитров А.Семкин